Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Урожай года возвращается в очный формат. Историко-культурный центр Старый Сургут приглашает жителей города принять участие в фестивале. В рамках него состоится традиционная выставка-ярмарка «Дары Севера». Продемонстрировать свои сельскохозяйственные достижения можно в восьми номинациях. В этом году организаторы ввели и новое направление для детей от 6 до 14 лет. Оно называется «Тачка на прокачку». Юным сургутянам предлагают проявить фантазию и украсить сельскохозяйственный инвентарь. В номинации «Экзо-дачи» все желающие могут представить овощи, фрукты или цветы, которые выращивать в наших северных широтах не характерно. Заявки на конкурс в Старом Сургуте принимают до 20 августа. Сообщить о своем желании принять участие в «Урожае года» можно по телефону 24 78 39 или же обратиться в ВКЦ лично. Уроженец «Лентора» силач Александр Зинец стал чемпионом в дисциплине «Троеборья классическая» среди мужчин открытого Кубка Тюменской области по классическому пауэрлифтингу. В соревнованиях принимали участие 70 спортсменов из Тюмени, Тобольска, села Юргинская и Вагайковского района. Атлет выполнил присед со штангой весом больше 300 кг, жим лёжа с весом 200 кг и становую тягу с нагрузкой 332 кг. Выездные регистрации брака могут стать официальными. Проект постановления о порядке заключения брака в торжественной обстановке в Югре аппарат губернатора направил во все муниципальные образования округа. Сейчас инициатива на стадии обсуждения. Как объяснили сотрудники местного управления ЗАГС, в документе предлагается организовывать места для регистрации брака вне стен учреждения. Обменяться кольцами и сказать заветное «да» за пределами ЗАГСа молодожёны могут и сегодня. Однако это так называемая лжецеремония. До неё будущие ячейки общества всё равно нужно приехать в управление, чтобы выполнить все бюрократические процедуры и поставить подписи. Если постановление примут, то на выезде жениха и невесту мужем и женой объявят сотрудник управления ЗАГС и всё будет официально. В том случае, если данный проект будет принят, то предполагается, что каждый муниципалитет будет определять места для проведения выездной регистрации. Места для выездной регистрации должны быть расположены на территории города в исторических местах, объектах культуры, объектах спорта, природных, либо городских парках, скверах, либо садах. Необходимо понимать, что всё-таки государственная регистрация предполагает определённое оснащение помещения, наличие государственной символики. И никак это невозможно представить, что это может быть в ресторане. В 2024 году в Сургуте откроются три новых спортивных комплекса. Это два универсальных учреждения в микрорайонах А и 30А. В последнем также появится Дворец боевых искусств. По всем объектам власти муниципалитета заключили концессионные соглашения. Ход возведения залов обсудили на окружном совещании по вопросам строительства. Под администрацией Сургута рассказали, что документация по всем трем комплексам сейчас на государственной экспертизе. Её заключение ожидают получить осенью, после вердикта начнётся стройка. При этом работы по спортивным объектам идут с опережением графика. Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев попросил пересмотреть сроки возведения и ускориться. По его мнению, и универсальные спорткомплексы, и Дворец боевых искусств можно ввести в эксплуатацию в 2023. Сложными объекты не являются. Сургутская детвора построила домик на дереве. На сооружении своеобразного штаба для игр ребята, жители одного из дворов на улице Парковой, потратили две недели. Однако счастье ребят было недолгим. В один день без предупреждения домик на дереве снесли. Жители утверждают по постановлению администрации. Строение было признано опасным, объяснили одному из собственников. Во дворе у дома номер 22 на улице Парковой нет детской площадки, где юные жители могли бы проводить время. По словам родителей, это и подтолкнуло ребят к созданию своего собственного игрового комплекса. Кроме этого, дом номер 22 на улице Парковой и окружающие его строения признаны непригодными для проживания. Некоторые даже частично расселены. Аварийки, из которых съехали собственники, стоят без надзора. Окна выбиты и никак не забаррикадированы. Жители задаются вопросом, почему такие конструкции никак не ограждены, а домик детей на дереве было принято решение снести. Эти вопросы журналисты нашего телеканала переадресовали сотрудникам администрации Сургута, направив в мэрию официальный запрос. Здесь не так много осталось людей живущих, и детей мало. Детской площадки нету поблизости, ну, по крайней мере, чтобы можно было поиграть их в возрасте. И пришла, наверное, поэтому им идея. Да, с утра до вечера они вот колотили этот домик. Были делом заняты, с удовольствием занимались. Подчеркнуть индивидуальность? А может кардинально изменить стиль или создать новый образ? Магазин «Модный дом» представляет дизайнерские коллекции одежды из Европы и России. Стилисты магазина помогут составить гардероб и выбрать наряды, созданные специально для вас. «Модный дом» – ваш любимый гардероб. Улица Киртбая, 11, ТЦ «Альфа». Магазин «Модный дом». Семь важных плюсов «Телеплюс». Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. «Телеплюс». Для любимых абонентов. Включено всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова